5 партий власти и ни одной оппозиционной России и ШОС признали голосование состоявшимся. Все международные наблюдатели не торопятся со своей оценкой. В Узбекистане прошли парламентские выборы. Вот смотрите, все стоят тут. Вон с того помещения вышли с протоколами и зашли вот сюда. Бывшего мэра Бишкека осудили на 15 лет тюрьмы за коррупцию. Другого бывшего городоначальника кыргызстанской столицы освободили прямо в зале суда. Это надо прийти с себя, потому что неожиданно совершенно. Новая законодательная инициатива в Казахстане. Вместо нерадивых отцов-неплательщиков алиментов, деньги одиноким матерям будут платить бабушки и дедушки. Раз родители воспитали такого нерадивого сына, тогда они должны платить за него. Тем более это не чужой человек. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Выборы в Узбекистане прошли под лозунгом «Новый Узбекистан. Новые выборы». Наблюдатели отмечают, что власти постарались сделать так, чтобы нынешний электоральный процесс хотя бы внешне отличался от выборов каримовского периода. Кандидаты ярко провели предвыборную кампанию, телеканалы устроили многочисленные дебаты, да и международных наблюдателей было намного больше, нежели раньше. Однако реальная оппозиция на выборах отсутствовала. Акрам Абдукахор расскажет подробнее. Парламентские выборы 2019 года стали седьмыми по счету за все время независимости Узбекистана. Они интересны прежде всего тем, что нынешний плебисцит – первый с момента вступления в должность Шавката Мирзиёева. Поэтому некоторые эксперты успели назвать их экзаменом действующего президента на демократию. Нынешние выборы отличались от предыдущих яркими предвыборными кампаниями политических партий, живыми дебатами кандидатов в эфирах республиканских телеканалов, а также антирекордом появки избирателей. Впервые с 1991 года проголосовало менее 70% граждан с правом голоса. Впрочем, несмотря на это, конечные итоги выборов остались неизменными. Пропрезидентская либерально-демократическая партия Узбекистана сохранила большинство кресел в парламенте. Итоговая явка на выборах в законодательную палату и областные, районные и городские советы народных депутатов составила 67,8%. В голосовании приняли участие 13 миллионов 963 тысячи 627 избирателей. Это с учетом соотечественников, проживающих за границей. Места в Нижней Палате парламента распределились следующим образом. Либерально-демократическая партия Узбекистана – 43 места. Демократическая партия Мелитик-Ланиш – 35. Социал-демократическая партия Адулад – 21. Народно-демократическая партия Узбекистана – 18. Экологическая партия – 11 мест. Несмотря на попытки власти осовременить нынешние выборы, согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, методы подтасовки подсчетов остались прежними. За последние сутки в соцсетях были опубликованы десятки видео вбросов бюллетеней, а в одном из телеграм-каналов опубликовали даже голос руководства столичного Ешнаабадского района. Слышно, как чиновник требует от глав избирательных участков собраться в определенном месте вместе с черновиками протоколов. А на этом видео сотрудники избирательной комиссии на участке и вовсе закрылись протоколом для голосования, выставив наблюдателей за дверью. Протокол где? Почему они зашли туда? Почему они туда зашли? Я ничего не видел. Почему они туда зашли? Хватит, хватит. Это наше будущее называют. Вот смотрите, все стоят тут. Вон с того помещения вышли с протоколами и зашли вот сюда. Я тебя в суд подам! Подавай, подавай. На эти нарушения сегодня отреагировали в ЦИК. Там заявили, что вместе с генпрокуратурой изучают эти сообщения. На данный момент свою оценку электоральному процессу уже дали наблюдатели СНГ и ШОС. По традиции они объявили выборы соответствующими международным нормам. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ пока не объявила свою предварительную оценку воскресных выборов в Узбекистане. Акрам Абдукахор, Сергей Хиршфельд. Настоящее время Азия. Тем временем нынешние парламентские выборы не вызвали большого интереса у экспертов. За исключением ряда скандалов в предвыборный период итоги голосования, по мнению аналитиков, были вполне предсказуемы. Интригу могли бы создать оппозиционные кандидаты, однако власти не допустили их к электоральному процессу. За первыми посткаримовскими выборами в парламент следила политический обозреватель и эксперт по Центральной Азии Джоанна Лиллис. Она сейчас с нами на связи из Алматы. Здравствуйте, Джоанна. Вот эти выборы запомнились яркой предвыборной кампанией. Чем еще отличаются мерзиевские выборы от выборов в каримовской эпохе? Как вы думаете? Можно сказать, что именно то, что вы сказали, они отличаются именно тем, что предвыборная кампания была довольно оживленная, хотя по сравнению с тем, которые мы видели за все эти годы каримовского правления. Но, кроме этого, можно сказать, что мало чем отличались эти выборы, потому что мы видели, что результат совсем предсказуемый. Может быть, мы не знали, сколько точно будет каждая партия получать мандаты в парламенте, но мы знали, что это будут все пропрезидентские партии. Джоанна, а вот за всю историю проведения парламентских выборов явка на этих выборах самая низкая, 67%. О чем это может говорить? Ну, это может говорить, что, может быть, давление было меньше, чем в предыдущих годах, когда заставили людей голосовать. Я думаю, что давление было, но, наверное, не так же сильно, как в предыдущих годах. Это более реалистично, наверное, хотя, конечно, мы знаем, что наблюдатели сказали, что были очень много проблем во время голосования. Джоанна, а вот многих сейчас интересует недопущение реальной оппозиции на выборы. Почему Мерзиоев все-таки побоялся допустить оппозицию к этим выборам? Ну, это говорит о том, что Мерзиоев хочет сохранить политический статус-по. Он пока не готов принимать оппозицию в Узбекистане, хотя он представляет себя как реформатор, как лидер, который хочет либерализацию в Узбекистане. Но он, видимо, не готов, потому что, как сказал ваш корреспондент, эти выборы были экзамен демократии для Узбекистана. Первые выборы после того, как, ну, с тех пор, как Мерзиоев сам выбрался президентом. Но все-таки он ничего не делал, чтобы создавать условия, чтобы появилась оппозиция. Джоанна, вот вы сказали, что Мерзиоев в данный момент еще не готов проводить вот такие открытые выборы. А когда он будет готов, хочется спросить. Ну, это очень трудный вопрос. Через два года его президентский срок заканчивается. И, ну, мы все сейчас будем смотреть, изучать, вот ситуация будет ли, тогда будет, через два года будет ли оппозиция в Узбекистане, чтобы, ну, хотя бы, чтобы был какой-то выбор для узбекских избирателей. Ну, если честно, если мой прогноз, через два года он вряд ли будет готов принимать настоящую оппозицию в Узбекистане. Джоанна, еще хочу вам задать один вопрос об отношении граждан Узбекистана к политике и политическим процессам, которые происходят в Узбекистане. Вот с приходом Мерзиоева они стали больше интересоваться этими вопросами или стали более аполитичны? Ну, я бы сказала, что есть вот та часть электората, которая очень активно обсуждает то, что происходит в Узбекистане и то, что происходит на этих выборах. Ну, это в соцсетях в основном. Ну, в основном, когда я разговаривала по улицам Ташкента с избирателями, они были очень апатичны и сказали, что все партии, они предлагают то же самое. И так что они не очень были такие, ну, правительство хотело, чтобы это были самые вот оживленные выборы, но, насколько я видела, людям не было очень известно. Хорошо. Джоанна, спасибо вам большое. Напомню, что на прямой связи из Алматы была эксперт по Центральной Азии Джоанна Лилис. До свидания. После того, как президентом Узбекистана стал Шавкат Мерзиоев, произошли изменения в выборах в парламент, местный совет. И как теперь в Узбекистане проходят парламентские выборы, расскажет корреспондент Узбекского бюро радио Свобода Озодлик Азиз Нур. 22 декабря состоялись выборы в Законодательную палату Али Маджлисы и местный совет Узбекистана. По информации Центра Сбиркома, в выборах приняли участие 20 миллионов человек. Всего же население Узбекистана составляет 33,5 миллиона человек. В выборах принимает участие пять политических партий. Все они созданы в период правления Ислама Каримова. Это Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия, Национальное возрождение, Социал-демократическая партия Адолат, Справедливость, Народно-демократическая партия и Экологическая партия Узбекистана. У каждого политобъединения есть свой девиз. У Либерально-демократической партии он звучит так. Вместе построим новый Узбекистан. У Демократической партии Национальное возрождение, изменения в обществе зависят от каждого из нас. «Сила в справедливости» – так звучит слоган социал-демократической партии «Адолат». Девиз Народной демократической партии – «Мы выступаем за благополучие каждого человека». И у экологической партии мы в ответе за будущее. В Законодательную палату Алимаджлисы избраны 150 депутатов. В областные советы – 831 депутат, а в районные и городские советы – 5739 депутатов. Больше всего мест в парламенте получат представители регионов с самой большой плотностью населения. Например, из Ферганской области – 17 депутатов, а из Самарканда – 16. Места в Сенате распределяются поровну среди всех областей. Каждую область представляют по 6 сенаторов. Сенаторов выбирают не граждане, а депутаты местных советов путем скрытого голосования. Кроме того, президент назначает еще 16 сенаторов. Девиз этих парламентских выборов – «Новый Узбекистан – новые выборы». Но эти выборы проходят без участия оппозиционных партий, которые находятся в изгнании со времен Ислама Каримова. Но и при Шавкате Мирзиоеве ситуация не изменилась. В выборах не участвуют известные оппозиционные партии «Брлик» и «Эрк». За выборами наблюдает более 600 человек. Это наблюдатели от миссии ОБСЕ и другие международные наблюдатели. К другим темам. Ашраф Гани сохранил за собой пост президента Афганистана. Результаты президентских выборов, которые прошли 28 сентября, Центральная избирательная комиссия озвучила лишь сейчас. С итогами не согласились сторонники и главы исполнительной власти Афганистана Абдулы. Они назвали их переворотом против зарождающейся демократии. Согласно информации главы независимой избирательной комиссии Афганистана Хавы Алам Нуристаним, в голосовании приняли участие 1 миллион 824 тысячи 401 избиратель. Из них чуть более 50% отдали свои голоса за действующий президент Ашраф Агани. За его главного соперника Абдулу Абдулу отдали голоса почти 40% избирателей. Наша задача, моя и моей команды строителей государства, служить в этой стране одинаково каждому афганцу. Тем временем партия «Исламское общество», поддержавшая на выборах действующего премьер-министра Абдулу Абдулу, обвинила независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования. Итоги выборов представители партии назвали переворотом против зарождающейся демократии. Избирательная комиссия, вопреки положениям закона, не исключила из общего числа бюллетеней более 300 тысяч недействительных. Комиссия также использовала бюллетени более 900 участков, которые были признаны недействительными, отмечается взаимодействием. Только проверенные голоса могут определить исход выборов. До той поры, пока наше право на справедливое отношение, а именно прозрачность выборов, не реализуется, мы отвергаем любой другой вариант наших действий в рамках закона. Мы обязуемся защитить права и голоса афганского народа. Президентские выборы в Афганистане прошли 28 сентября. Голосование состоялось при достаточно низкой явке, около четверти избирательных участков по всей стране по официальным данным были закрыты. Правительство Афганистана контролирует не всю территорию страны. Выборы сопровождались атаками талибов, в результате которых погибли и были ранены десятки людей. Напомним, премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, основной противник Аширафа Гани, сразу после выборов объявила свои победы. Однако тогда независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что только она может назвать победителя. В Бишкеке прямо в зале суда освободили бывшего мэра и ближайшего соратника Алмазбека Атамбаева Кулмадричбека Кулматова. Хотя прокуратура просила для него 15 лет лишения свободы. Суд неожиданно для всех вынес более мягкий приговор. Бывший чиновник отделался штрафом. Зато другой экс-мэр Албек Абраимов, еще один человек из окружения Атамбаева, осужден на 15 лет. На процессе побывал наш корреспондент Джебек Бегалеева. Это был очень неожиданный вердикт. Никто, включая даже самих арестованных, не ожидал, что сегодня кого-нибудь могут отпустить домой. Гособвинение просило для двух экс-мэров и 11 бывших сотрудников муниципалитета от 15 до 20 лет тюрьмы. Вот как отреагировали родные и близкие Кулмадричбека Кулматова на решение судьи. Кулматов находился в заключении с июня 2018 года. Среди тех, кто приветствовал Кубаначбека Кулматова, сын Алмазбека Атамбаева. Бывший чиновник был близким другом опального политика. Кулматова задержали именно на фоне конфликта бывшего и нынешнего президента Соренбая Джейнбекова. Кубаначбека Кулматова обвинили в том, что он построил школу в Бишкеке по завышенной цене, когда был мэром столицы. Суд решил, что он должен выплатить крупный штраф в 5 миллионов сомов. Это примерно 71 тысяча долларов. Однако сам Кулматов считает, что его вина не доказана. Надо прийти с себя, потому что неожиданно совершенно. Какой абсурдный был. Как договаривались. Вот он наш. Какое абсурдное было вообще обвинение и такое же абсурдное решение. Вместе с Кубаначбеком Кулматовым по этому делу проходил еще один приближенный Атамбаева. Албек Ибраимов. Он был мэром Бишкека до Кубаначбека Кулматова. Ибраимов проходил обвиняемым еще по одному коррупционному делу. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Это, конечно, очень хорошо. Я рад за всех, кто вышел из-под стражи. Абсолютно незаконно находились под стражи. Сейчас приговор состоялся, но, к сожалению, он обвинительный. Была переквалификация с одной статьи на другую. Говоря юридическим языком, это с коррупцией перешли на должностное преступление. Но осталась виновность по приговору суда, каковой не должно было быть. Сторонники Алмазбека Атамбаева, в частности Ирина Карамушкина, считают, что освобождение Кубаначбека Кулматова всего лишь мера для снятия напряжения в обществе. Многие приближенные бывшего президента все еще находятся в заключении. Параллельно продолжается суд над еще одним крупным политиком Амурбеком Тикибаевым, которого считают политическим узником режима прежнего президента Алмазбека Атамбаева. Сегодня ему снова продлили меру пресечения. Смотрите далее в нашей программе. Новая законодательная инициатива в Казахстане. Вместо нерадивых отцов-неплательщиков алиментов, деньги одиноким матерям будут платить бабушки и дедушки. Раз родители воспитали такого нерадивого сына, тогда они должны платить за него. Тем более это не чужой человек. Госдепартамент США в очередной раз включил Таджикистан и Туркменистан в число стран, где нарушаются религиозные свободы граждан. В пресс-релизе Госдепа говорится, что ситуация в Таджикистане и Туркменистане вызывает особую озабоченность. В этих странах систематически нарушаются права граждан на вероисповедание. Эти нарушения Госдеп назвал вопиющими. Кроме двух стран, Центральной Азии в черный список также попали Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан и Саудовская Аравия. В сообщении Госдепа также говорится, что защита религиозной свободы является главным приоритетом внешней политики администрации президента Трампа и США продолжат усердно работать над поощрением свободы вероисповедания. Мы считаем, что каждый человек везде и во все времена должен иметь право жить по велению своей совести. Мы будем и впредь бросать вызов государственным и негосударственным образованиям, которые стремятся нарушить эти основные права и добиваться того, чтобы они несли ответственность за свои действия. Мещанский районный суд Москвы сегодня в очередной раз рассматривал дело таджикистанского рэпера Самаридина Раджабова, одного из первых задержанных по так называемому московскому делу. Его дело все еще не закрыто. Рассмотрение переносилось из-за допущенных во время дознавания ошибок. Раджабов, по версии следствия, оказал психологическое воздействие на бойцов спецназа МВД, бросил в них пустую пластиковую бутылку. Правда, не попал. На суде побывал наш корреспондент в Москве Евгения Котляр. Сегодня Мещанский районный суд начал слушание дела Самаридина Раджабова по существу. До перерыва в заседании были допрошены потерпевшие по этому делу полицейские внуков, камбаров и линник. По версии следствия, Раджабов хотел оказать психологическое воздействие на полицейских. Он бросил пластиковую бутылку, которая ни в кого не попала. Это произошло 27 июля на Трубной площади. В тот день в Москве прошли протестные акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На допросе полицейский внуков заявил, что почувствовал страх и спуг. Его напугал звук падающей бутылки. По его словам, моральный вред ему принес именно звук. Когда он увидел саму пластиковую бутылку, он подумал, что там может быть кислота или зажигательная смесь. Полицейский камбаров тоже рассказал суду, что почувствовал сильный страх от звука упавшей пластиковой бутылки. Третий потерпевший, Линник, он тоже не видел, никак летела бутылка, никто ее бросил. По его словам, он тоже почувствовал испуг и чувство тревоги. Ну, просто какая-то дичь. И эти люди, все их действия должны быть исследованы начальнейшим образом, когда в России будет постановлена нормальная работа судов. Я уверен, что эти люди совершают преступление и прекрасно осведомлены об этом. Полицейские, которые проходят потерпевшими по делу Самаридин Раджабова, заявили на заседании суда, что решили назвать себя потерпевшими после того, как пообщались со следователем. В частности, полицейский камбаров во время сегодняшнего допроса заявил, что он написал заявление о признании его потерпевшим после неоднократных встреч со следователем. Поддержать Раджабова в суд сегодня пришло около 50 человек. В перерыве молодые люди много шутили про последствия падения пластиковой бутылки. Я пыталась поговорить с потерпевшими про допрос, но они так быстро убежали по лестнице Мещанского суда и вслед прокричали, что комментировать им нечего. В Казахстане могут обязательно выплачивать долги по алиментам родителей-должников, то есть бабушек и дедушек. О возможном нововведении в кулуарах правительства рассказал министр юстиции Марат Бекитаев. Это не единственный метод, который сейчас изучается чиновниками по борьбе с неплательщиками алиментов. Шалпана Разбекова рассказывает. Забота о внуках может стать законным требованием. В борьбе со злостными неплательщиками алиментов чиновники намерены обязать выплачивать долги их бабушек и дедушек. Эта идея еще нуждается в изучении и будет обсуждаться с общественностью и только потом будет предложена законодателям. Но инициатива уже очень нравится казахстанским госслужащим. Они ее подсмотрели у итальянцев и даже готовы применить их опыт. По законам Италии можно эту задолженность отнести под ответственность родителей должника. То есть судья говорит, раз родители воспитали такого нерадивого сына, тогда они должны платить за него. Тем более это не чужой человек, это внуки. Они должны обеспечивать своих внуков. Еще одно предложение относительно алиментщиков прозвучало сегодня на правительственном части в парламенте. Замминистра внутренних дел предложил депутатам внести изменения в административный кодекс, которые позволяли бы арестовывать нерадивых отцов на несколько суток. За это время судоисполнители могли бы провести необходимые работы с беглецом. Здесь же опять нужно изменения в наших законах. Я полагаю, вот мы вместе это дело обсуждали, и наши специалисты полагают, что необходимо в административном кодексе внести ответственность и возможность задержания этих лиц. Ответственность за исполнение судебного решения ввести, допустим, пять суток. За это время с этим человеком можно было бы провести судебному исполнителю все необходимые ограничительные меры. Еще до внесения изменений в административный кодекс в Казахстане в ближайшее время заработает социальный фонд. Он призван помочь матерям, не получающим алименты на содержание детей. Этот фонд создаст палата частных судебных исполнителей, а финансироваться он будет за счет членских взносов. Сразу должен развеять все сомнения, иллюзии касательно того, что государство вдруг начнет платить алименты вместо должников. Основная модель алиментного фонда – это фактически еще один инструмент кредитования. То есть должнику предоставляется этим фондом кредит. Кредит по всем правилам банковских займов. Оценивается его платежеспособность, оцениваются риски. По словам министра юстиции, первые выплаты уже могут быть произведены в следующем году. Правда, список получателей такой помощи может быть небольшим. На данный момент есть ограничения в бюджете, и нужно время, чтобы накопить эти средства. Отмечу, по данным депутатов, только в 2018 году в розыск были поданы, как неплательщики алиментов, 1864 отца. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы желаете давать показания? Что, узнал, да. Вы, наверное, воевали? Да. Голова из Кикатева. А я русский мир. Я хочу быстро верить. Нет! Война-то хорошее дело. Таракан убивает. Таракан и таракан. Все мои друзья говорят, что я очокнутая, что решила снять о тебе фильм. Считают, мне будет за тебя стыдно. Правда? Почему будет стыдно? Стыдно, потому что у моего отца девушка из Таиланда. Думает, что она куплена. А время не ждет. Я старею. Было видно, что ей нужен я. Продолжение следует...